Немецкий выбор. Граждане Германии сегодня решают, каким будет новый Бундестаг. Соцопросы показывают, что в парламент пройдут шесть партий, а канцлером страны уже в четвертый раз станет Ангела Меркель. Подробнее о немецких политических раскладах Татьяна Лугунова. Полностью перекрытие центр Берлина и повышенные меры безопасности. Тысячи спортсменов сегодня бежали 42 километра по немецкой столице. Дату проведения марафона утвердили задолго до того, как на 24 сентября назначили еще и парламентские выборы. Поэтому решили не отменять, а проводить два мероприятия, спортивное и политическое, одновременно. Пока марафонцы устанавливали рекорды скорости и выносливости, немецкие политики соревновались за места в Бундестаге. Сегодня граждане Германии избирали новый состав парламента. Ну и, конечно, косвенно решали, кто будет руководить самой влиятельной страной Евросоюза в качестве канцлера. 60 миллионов потенциальных избирателей и время для выбора с 8 утра до 6 вечера. Через несколько часов после открытия участков социологи объявили. В этот раз немцы голосуют активнее, чем на прошлых и позапрошлых выборах. Я проголосовал за христианских демократов, потому что хочу, чтобы Ангела Меркель осталась канцлером Германии. Она доказала, что может хорошо управлять страной. У страны много проблем, и многие сейчас хотят другую политику. Посмотрим, получится ли я против Меркель. С самого утра на участок пришел еще один противник Меркель. Ее главный конкурент на выборах. Лидер социал-демократов Мартин Шульц. Голосовал он не в столице, а в своем родном городе Вюрзелен. На моей родине сегодня такой солнечный день. Надеюсь, что так же будет по всей стране. И погода воодушевит людей прийти на участки. Ангеле Меркель с погодой повезло меньше. Канцлер голосовала в хмуром и дождливом Берлине во второй половине дня. Особо волноваться Меркель не стоит. Согласно опросам, христианские демократы займут на выборах первое место. Причем с солидным отрывом от эздеков, которым прочат второй результат. Интрига в другом. Сколько наберут маленькие партии? Либералы, зеленые, левые и правые популисты. Альтернатива для Германии. И какой будет следующая правящая коалиция Германии? Татьяна Лагунова, Вячеслав Пролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Явка на этих выборах в Бундестаг выше, чем на предыдущих четыре года назад. Каковы результаты первых экзитполов? Обо всем узнаем у Татьяны Лагуновой. Она сейчас в Берлине. Татьяна, здравствует тебе слово. Да, Катя, на участке закрылись чуть больше часа назад. И уже есть первые результаты, на которые можно ориентироваться. Это данные экзитпола, вопросов на выходе с избирательных участков. Как правило, эти цифры довольно точные. И потом мало чем отличаются от официальных результатов. И так, как и прогнозировали социологи, лидируют христианские демократы во главе с Ангелой Меркель. Они выиграли эти выборы, хотя и набрали меньше, чем ожидали. 32-33% голосов. 20% и второе место у социал-демократов Мартина Шульца. Ну и, наконец, сенсация этих выборов. Третья по величине сила в немецком парламенте. Теперь правые популисты. Альтернатива для Германии. Они впервые проходят в немецкий Бундестаг, набрав 13,5% голосов. В парламент попадают также левые, либералы и зеленые. У них похожий результат около 10%. Что все это значит для Германии? Канцлером уже на четвертый срок остается Ангела Меркель. Но теперь ей нужно вести переговоры с партиями и искать партнеров для создания правящей коалиции. Вариантов здесь немного, всего два. Это все та же большая коалиция социал-демократами. Хотя и СДКи уже несколько минут назад заявили, что они хотят уйти в оппозицию. Так что если социал-демократы не передумают, у Ангела Меркель остается всего один единственный вариант. Это союз из трех партий. Христианские демократы, либералы и зеленые. Катя. Танюс, спасибо тебе за последнюю информацию. Татьяна Лагунова была с нами на связи из Германии, где сегодня проходили выборы в Бундестаг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...